Ну, я еще пока не все поняла, что на шелке, после написания холстеть, это чем? На холсте, это все только шелки. А, ну, на шелке, да. На шелке, на бумаге. И все это совершенно разно. Либо краски для шелка, либо тушь китайская, или обычная наша тушь. Большая часть это на шелке. И причем большая часть этот фон сделан на натуральном красителе. В чем такая тема основывания? А там я специалист. А, ну, я и поместил. Ну, нет, я поместил. Вот, наверное, на самом деле здесь очень научная выставка, потому что здесь очень много копий и много исследований разных сюжетов классических картин. Например, вот эта вот штора, которая там больше 15 лет назад, это Егор Силович, известный академик, основатель академии китайской живописи в X веке. То есть тут вот целая, как бы, антология изучения древневосточной живописи. Потому что китайская вот такая, как академическая живопись, она и децианская живопись, она потом прошла в Японию. А я специалист по Японии. Я занимался в Японии, писал в Казахстане. Я не повторюсь. Они по-разному. Это вот годы три назад, вот эти вот, это вот такая-то тибетская тема, что ли, это вот годы четыре лет назад назад. То, что вот по бокам, это уже больше, чем у нас, вот эти вот такие туши. Здесь, причем, иногда они из пережуков, из-за каких-то рисунков, сначала нарисованы на тканях, это очень долго работают. Потом окрашена самая ткань, а потом написано через много лет стихотворение, которая вот на этот цветок. Это белый, совершенно шел, синтетический, что он маркир. Леша, это вот это или вон тот? На этом, вот на этом. Сначала нарисованы это рисунки в черной тушке. Потом через сколько-то лет я его достал, окрасил его натуральным цветом, или этот желтый, волшебный коричневый. А через какое-то количество лет я написал, подписал, подписал. Это вот наверху, да, когда? Уже, вот, пока, честно. Мне кажется, все изменяется, потому что на самом деле не было ста звездами. Ощущение было. Потому что обычно просто пишут, 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 пишут разные люди. То есть, причем нет. Но они никогда не кончатся, не заканчивают. Потом откладывают, потом смотрят, либо немножко что-то добавляют. Вот это вот тоже такой же принцип. Просто если закончить, то она вообще неинтересная работа. Для художника. Да, для восточника. Законченное произведение не считается востоком. А там нет, 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 особого смысла нет. Там значит вот что. Там просто собственный язык, он не значит философия. То есть, там не значит сама картина по себе, значит сам текст. А на каждой картинке есть текст. Ну, там текст, да, но и сама картинка тоже является текстом. То есть, там вот эти все камни, все деревья, сухие деревья, и вот их композиция, они все означают. Например, вот два вот этих ствола, это означает два другого. То есть, там есть второй язык. А вы с чего-то это пишете? Конечно, это стандартно. Это его копировали. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...